Путину на сегодняшний день нужен хаос для того, чтобы вот в этой грязной мутной водичке по возможности вытянуть то, что им хочется. А то, что им хочется, это не проиграть в Украине. И, конечно, то, что сейчас устроил Хамас в Израиле, помогает Путину. Давайте будем объективны. Украина в радикальной степени, вот не просто в некоторой, а в радикальной степени ушла с передовиц мировых СМИ. А мы понимаем, я надеюсь, что помощь Украине зависит не от благорасположения уважаемых политиков, даже таких как Байден, а от позиции избирателей, от позиции людей, которые, если видят происходящие чудовищные события на своих экранах, если им о них рассказывают, то тогда они готовы тратить деньги на то, чтобы это предотвратить, развитие таких событий предотвратить. Если им показывают другие события, если у них внимание переключилось на другие события, то понятно, что готовность помогать уменьшается. И да, вот то, что Путин делает, он порождает хаос где только может, для того, чтобы и людей отвлечь, и ресурсы отвлечь, и политиков отвлечь, и иметь возможность доделать свое грязное дело. Как вы думаете, есть ли ответственность в развязывании войны не только Путина, но и его круга, который вокруг него, как чиновники, силовики, так в том числе и те бизнесмены, за счет которых этот режим существует в финансовом смысле имеется в виду? Простите, не до конца понял. А есть ли ответственность в этой войне не только Путина, но и олигархов, бизнесменов, силовиков, окружения Путина, скажем так? Хороший вопрос. Ну, давайте разделим ответственность, которую вообще все мы несем, все россияне, за то, что с территории нашей страны проистекло то, что проистекло. А вы верите в коллективную ответственность? Я в ответственность. Ответственность в смысле того, что люди должны для себя воспринимать это как свою проблему. Да, конечно, верю. Мы все воспринимаем это как свою проблему. Каждый россиянин должен чувствовать, что он причастен к этому. Ну... Даже тот, который, вероятно, уже там не живет, как вы, например. Даже те, кто борется с этим режимом, а я борюсь с этим режимом дольше, чем Украина. Тем не менее, мы ощущаем вот эту вот ответственность, потому что, ну, во-первых, это значит, мы что-то не доделали, что могли сделать. А во-вторых, даже если бы мы хотели бы забыть об этом, все равно не получится. Потому что настолько кровавые события, они все равно будут вылазить. Ключевая ответственность лежит на Путина и на тех людях, которые не подходят.